Продолжение беседы Иоанна Затовустова о любви Для чего мы не приобретаем силы любви и не утверждаем себя в безопасности? Да коли будем ограничивать её одним или двумя, тот, кто имеет друзей, хотя бы был беден, становится гораздо более богаче богатых. Чего он сам не посмеет сказать за себя, то скажет за него друг. Чего не может доставить сам себе, достигнет через другого. Невозможно потерпеть какое-либо зло тому, кто охраняется столькими оруженосцами. Не так бдительны царские телохранители, как эти. Те охраняют по нужде и страху, а эти по добру желательству и любви. Притом царь боится своих стражей, а человек, имеющий друзей, верит им больше, чем себе самому. И кроме того, есть ли какая стена, столь несокрушимая, столь укрепленная совокупностью огромных камней, столь недоступная для нападения врагов, как союз любящих друг друга и сплочённых между собой ненадушием. Он отражает козни самого дьявола. И весьма естественно, восставая против него в союзе друг с другом, такие люди становятся непобедимы его ущищрениями и воздвигают блистательные трофеи любви. И как струны, лиры, хотя многочисленные, но настроенные согласно, звучат приятнейшим звуком, так точно и объединённые единомыслием, издают благозвучный глаз любви. Нет ведь ничего усладительнее любви. Что только не сделает искренний друг, какого не доставит он удовольствия, какой пользы, какой безопасности. Хотя бы ты указал тысячи сокровищ, ничто не может сравниться с искренним другом. Подобно тому, как блестящие тела распространяют блеск на близлежащие места, так и друзья. В каких бы местах ни явились, везде расточают своё благоволение. Лучше поэтому жить во мраке, чем без друзей. Не так горячко сжигает тело, как душу разлука с любимыми. Страсть любви такова, что заставляет нас ежедневно представлять себе любезных нам. Когда они не находятся вместе с нами, а отсутствуют, они отвлекают душу любящего от всех находящихся на лицо и привязывают её к одному возлюбленному. Не достойно ведь говорить только на словах, что мы любим, а необходимо представить доказательства нашей любви и на деле, так как и он сам показал свою любовь не на словах только, но и на деле. Если кто хочет любить искренне и узнать силу любви, то пусть спешит к питомцу её блаженному Павлу, и тот научит его, как велик подвиг перенести разлуку с любимым, и сколь великая душа требуется для этого. В самом деле, этот Павел, совлекший из себя плоть и сложивший тело, обходивший вселенную почти обнажённую душою, и сорвший из духа всякую страсть, подражающую бесстрастию, бестелесных сил, хотя и переносил легко всё остальное, как бы страдая в чужом теле, и темницы, и узы, и изгнания, и бичевания, и угрозы, и смерть, и все виды наказания, но разлучённый с одной любимой им душой. Так был расстроен и смущён, что тот час и ушёл из города, в котором ожидал увидеть любимого человека, и не нашёл его. Что это, блаженный Павел? Заключённый в колодке, живя в темнице, имея отпечатлившиеся следы бичевания, стекущие по спине кровью, «Ты вводил в таинство, крестил, приносил жертву, и не пренебрёг даже и одним человеком, который должен был получить спасение, а придя в траду, и найдя ниву расчищенной и готовой принять семена, ты выпустил из рук такую прибыль, и тотчас ушёл». «Да», — говорит он, «Потому что я одержим был силой уныния, потому что мой дух очень смущало отсутствие тита. И печаль так овладела мною, так осилила меня, что принудилась делать это». Видишь, какой величайший подвиг быть в состоянии спокойно перенести разлуку с любимым человеком. «Как горестно и печально это дело, как оно требует для себя души возвышенной и мужественной. Для любящих недостаточно одного лишь соединения душой. Они недовольны с этим для своего утешения, а нуждаются и в телесном присутствии друг подли друга. И если этого нет, то отнимается немалая доля радости». «О пламенной страсти любви Павел не страшившийся огня, а домантовый, твёрдый, непреклонный, неудалимый, говорящий, кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч». Крильмину 8 глава 35 стих. «Дерзовенно попирающий землю и море, посмевающийся над железными вратами смерти». Этот самый Павел, когда увидел слёзы у любимых им людей, так был сокрушён и растроган, что даже не скрыл своей скорби, а тотчас же сказал, «Что вы делаете? Что плачете о сокрушении сердца моё?» «И сокрушаете сердце моё?» Деяние 21.13. «О, диво! Эту адамантовую душу могла сокрушить слёзы». «Да, — говорит, — потому что велика сила любви. Она побеждает и осиливает меня. Против всего могу я устоять, кроме любви». Кто же изумится? Кто не изумится? Кто не удивится? Лучше сказать, кто может достойно изумиться и удивиться этой мужественной и достигающей до небес душе, подумав о том, что он, будучи заключён в оковы и темницу, послал послание к филиппийцам из такого отдалённого места. Вы ведь знаете, как далеко Македония от Рима, но ни дальность пути, ни продолжительность времени, ни множество дел, ни опасность, ни непрерывное бедствие, ни иное, что не исторгли в нём любви и памяти об учениках. Напротив, он всех их имел в своей мысли, и не так связаны были его руки оковами, как связана и приглаждена была душа любовью к ученикам. Как царь, взойдя утром на престол, и севший в царских чертогах, тотчас принимает отовсюду тысячи писем, так и он, сидя в темнице, как бы в царских чертогах, постоянно и посылал, и получал отовсюду ещё гораздо больше писем от обращавшихся к его мудрости и доносивших ему о всех своих делах. Такова сила любви. Она объемлет, соединяет и связывает не только присутствующие, находящиеся вблизи, но и на наших глазах, но и далеко отстоящих от нас. И не продолжительность времени, ни дальность дорог, ни другое, что подобное, не может разорвать и расторгнуть душевной дружбы. Аминь.